Вот и лето пришло, вернее вернулось. В ближайшие дни столбик термометра покажет плюс 30 и выше. Люди спасаются от жары разными способами и самые распространенные это окунуться в прохладную воду реки или озера, а то и фонтана. Почему многие, особенно дети, забывают о своей безопасности? Об этом и не только мы поговорим с Ольгой Казанцевой, уполномоченным по правам ребенка в Алтайском крае. Здравствуйте. Добрый день. Рады видеть в нашей студии. По-моему, впервые. Верно. Не хотелось бы начинать беседу с традиционного вопроса о статистике, но мне кажется, что именно она подчеркнет нашу с вами сегодняшнюю актуальность. Сколько ребятишек пострадало на воде? Ну, сейчас, я думаю, актуально говорить все-таки по итогам предыдущего года. И, к сожалению, смертность именно от утоплений стала ведущей причиной смертности от внешних причин. Внешние причины – это смертность от несчастных случаев. Если традиционно первое место занимали дорожно-транспортные происшествия и гибель ребятишек дорожно-транспортных происшествий, то в прошлом году впервые утопление вышло на первую строчку. Говорю данные. В прошлом году от утоплений всего погибло 18 несовершеннолетних. От дорожно-транспортных происшествий – 12. У нас второй год подряд происходит увеличение числа детей, утонувших в естественных водоемах. В естественных водоемах, в озерах, в речках погибло за летний период 13 детей. Подумайте, как это много. Это вы по краю цифры называете, да? Да. Вот мне кажется, был какой-то период, что в социальных сетях периодически сообщения поступали такого плана, что там ребенка нашли, там утонул, там спасательная операция. Сейчас как будто тихо. Ну, в этом году, я думаю, все-таки с учетом погодных условий, июнь у нас был достаточно холодный, дождливый. У нас утонуло двое ребятишек в мае в Калманском районе. Они пытались поплавать на плоту. Вы помните трагический случай в конце мая. Но за июнь происшествий на воде не было. Вот сейчас возвращается жара, и самое время вспомнить всем родителям о мерах безопасности детей на воде. То есть, как правило, это безответственность родителей приводит к ЧП? Или все же ребятишки тоже иногда рискуют своей жизнью, не понимая, чем это может закончиться? Знаете, сложно найти одну причину какого-либо поступка. Мотивы это поступка, неправильное поведение. Либо не создали мы взрослые с вами, в том числе общество, безопасную среду. Потому что... Почему ребенок, например, пошел купаться на необорудованный или дикий пляж? Может быть, потому что в доступе нет пляжа безопасного, там, где работают спасатели? Либо ребенок не знал это. Ну, я думаю, что, как правило, в сельской местности пляжей в принципе нет. Да, действительно, доступность пляжей, она не очень высока. А вот про сельскую местность вы совершенно правильно сказали, что во всем мире статистика такова, что в сельской местности вероятность погибнуть от утопления у детей и у взрослых намного выше. Ну, потому что все села, все населенные пункты находятся на воде. И поэтому всем взрослым родителям, которые отправляют к бабушкам, к дедушкам, к тетям, к дядям, к родственникам на село своих ребятишек, стоит задуматься. Рядом водоем – это значит, есть опасность. Это значит, нужно еще раз поговорить о том, что нужно сделать, чтобы трагического исхода не наступило. Ну, даже если говорить теперь про Барнаульские пляжи, здесь есть оборудованные, специальные, где вроде как спасатели работают. Тем не менее, много людей все равно выбирают отдых на так называемых стихийных. Ну, я вот просто загораю или вот просто ножки помочил, и ничего со мной не случится. Вот что-то же людей заставляет на берегу Аби. Посмотрите, правильный вопрос задаете. Я думаю, это вопрос, первое, о недостаточном понимании, что дети тонут не только те, которые плавают, а тонут большое количество ребятишек, которые бродят вдоль береговой линии, как вы говорите, ноги окуная или вдоль берега по воде. Это первое. Второе. Гибнут ребятишки, когда занимаются совсем не вопросами плавания, когда они, например, идут рыбачить. Подумайте, ребенок, мальчик идет рыбачить, он переходит с одного берега реки на другой, и в этот момент происходит там, его сносят водами резкими, и, соответственно, наступают невозвратимые последствия, необратимые последствия. Потом, когда мы просто идем, почему люди еще идут на такие тихие мирные пляжи? Потому что очень часто отдых у воды совмещают с распитием алкогольных напитков. Но вот, к сожалению, такое есть. И также по нашему региону не часто, но бывают случаи гибели детей, когда родители, особенно ребятишек дошкольного возраста, малышей, находились в состоянии алкогольного опьянения. И при этом брали ребятишек на руки и шли их купать, мочить в воде. И, соответственно, наступали необратимые тоже последствия. Поэтому, ну вот, в очередной раз алкоголь и отдых у воды с маленькими детьми несовместимы. Ну, кроме того, что мы будем проводить, мы, родители, будем проводить какие-то профилактические беседы со своими детьми, какую работу должно вести общество, специализированные органы, чтобы тоже подобных ситуаций ЧП было меньше? Ну вот, посмотрите, давайте поговорим об таких затратных организационных мероприятиях. Что способствует предотвращению утопления? Первое – обучение детей плаванию. Чем раньше наши дети научатся плавать, держаться на воде, тем больше у них шансов выжить, даже если они случайно попадают в воду. Второй вопрос, к которому нужно озаботиться всем взрослым – это, конечно же, организованный досуг детей. Это важно, чтобы дети были в течение рабочего дня, когда родители, бабушки, дедушки заняты на производстве, они занимаются хозяйственными делами, чтобы у детей также была конструктивная занятость, чтобы они не были предоставлены сами себе. Еще один важный механизм, который позволяет, например, предотвратить утопление детей у воды – это обучение навыкам сердечно-легочной реанимации. Ну представьте, семья, либо вы, как взрослый человек, собрали в Атагу ребятишек и едете в тихое место, чтобы купаться и плавать. Случается о том, что ребенок наглотался воды. Вы вызываете скорую помощь. Скорая помощь в течение какого периода приедет? Но у нее время доезда, в лучшем случае, вы знаете, 20 минут, да? А если вы в тихое укромное место, скорее всего, период доезда увеличится. Мозг без кислорода может находиться 8-12 минут. И поэтому, если берете на себя ответственность и едете в тихое место купаться, но подумайте, посмотрите интернет, сейчас достаточное количество видеороликов, как делать сердечно-легочную реанимацию. А если вы все-таки растерялись и забыли, я настоятельно рекомендую позвонить по телефону МЧС. Потому что у нас есть два случая в предыдущие годы, когда есть трубка телефона, случай утопления, и диспетчер по телефону говорит действия реанимационные, которые нужно делать. Таким образом удалось спасти двух несовершеннолетних детей в предыдущие периоды. В любом случае, это важно, это нужно делать. Еще одним направлением предотвращения утопления является использование индивидуальных средств плавучести. Вот так сложно называется, но на самом деле... Обычные круги. Обычные круги спасательные. Либо это могут быть спасательные жилеты. Но идет папа с дедушкой ловить рыбу, знает, что они поедут на лодке надувной. Но обязательно купите ребенку, наденьте на него, зашнуруйте спасательный жилет. При случайном падении в воду он сохранит жизнь ребенку. Это недорогое приобретение позволит культуру сформировать нахождение воды. Вспомните, у нас несколько лет назад была трагическая гибель детей на Сиам-озере в Карелии. Помните, тогда погибло 14 детей. Не у всех были спасательные жилеты. И несмотря на то, что погибло 14 детей, многие говорили о том, что обязательно. Уж вопрос спасательных жилетов тогда поднимался многократно. И ровно на следующий год, спустя... Там ровно год. Погибло еще несколько детей в Карелии. Они также залезли в лодку без спасательных жилетов. Лодка перевернулась. Ребятишки, к сожалению, погибли. Вот этой культуры, если мы садимся в лодку, то мы обязательно застегиваем жилет. К сожалению, нет. Сейчас родители поедут со своими детьми и на отдых, на большую воду. Если вы будете там кататься на лодках за деньги, пожалуйста, требуйте от перевозчика спасательных жилетов. Не соглашайтесь на передвижение без этих средств спасения. Вы же понимаете, что по всей стране регулярно, через год, либо раз в несколько лет, вот такие трагические случаи при оказании услуг, плавательных услуг, они бывают. Жилет – это очень важно. От рыбалки, обучения плаванию, до отдыха и развлечений на воде. Я вернусь к одному пункту, который вы чуть выше обозначили. Это организация досуга детей, которая, в общем-то, если он есть, то хорошо, если нет, то они идут куда? На уличные фонтаны, которые сейчас у нас из-под земли. Купайся, не хочу, да? Ну или в те фонтаны, которые у нас напротив площади мира, да, Ленинской администрации находятся. Кстати, мы помним, что не так давно, не говорю конкретно про этот объект, что, ну, ребёнок в одном из фонтанов Бурнау подскользнулся, ногу сломал, и, в общем, кто виноват? Вот вам и досуг. Безусловно, здесь вопрос всё-таки, если маленькие дети, вопрос внимательного досмотра. Смотрите, мы называли с вами много причин утопления детей, но если нет возможности обучить плаванию, купить спасательные средства, но обеспечивайте надзор за детьми, это малозатратная форма всё-таки, чтобы ребятишки были. Вы знаете, я часто выезжаю в районы и разговариваю с главами сельских поселений, но вот с такими значимыми людьми уважаемого возраста. И они мне все как один говорят, ну, что вы заладили надзор, 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 надзор? Ну, всю жизнь мы были одни у воды. Ну, кажется, да. Я бы, наверное, тоже у вас спросила, чуть позже только. Да, но на самом деле ситуация меняется. Вот то, что было 60, 50, 70 лет назад, никто никогда не считал число детей, которые утонуло в реках Алтайского края. Сейчас мы боремся за сохранение каждого ребёнка, каждой жизни. Согласитесь, о том, какое количество детей сейчас в среднеалтайской семье. Но это не многодетные семьи, к сожалению. Это всё-таки один-два ребёнка. У нас суммарный коэффициент рождений на одну женщину по прошлому году 1,3. То есть один ребёнок в семье, в среднем на женщину. И, соответственно, вот подумайте, вы согласны рисковать жизнью одного ребёнка, отправляя его одиноко на пляж, чтобы он выработал себе самостоятельность? Я предлагаю для самостоятельности развития детей использовать другие способы, менее рисковые для жизни. Ну, коль уж наша сегодняшняя беседа именно про воду, да, ещё один такой пунктик. Это у нас, ну, буквально в прошлом году, в самый разгар пандемии, когда закрылись все границы и на море не попасть, я решила купить себе бассейн на дачу. Пустые полки. Я спрашиваю, что происходит. Так вот, всем захотелось воды у себя в огороде. И вот поголовно начали устанавливать вот эти вот каркасные бассейны. Не знаю пока, статистику, наверное, сложно вот по таким вот бассейнам предоставить. Но, тем не менее, боюсь, что тоже может что-то подобное произойти. И дача тоже вроде как алкоголь порой у многих, да, так же, как какие-то стихийные вот эти пикники на реке. Что скажете по этому поводу, по поводу бассейнов на даче? Вот смотрите, я думаю, что родителям важно понимать, что несмотря на то, что вода – это радость, счастье, удовольствие для детей, всегда восторг, ощущение лёгкости, но это всегда риски, всегда. На самом деле, чем младше ребёнок, ну, например, ребёнок дошкольного возраста, по данным Всемирной организации здравоохранения, может утонуть в Лохане, где 2 см воды всего. И, соответственно, если уж мы говорим про бассейны, про каркасные, либо про просто надувные, каркасные, там хотя бы жёсткий бортик есть, да, это, конечно, повышенные риски. Если смотреть мировую статистику, то в экономически развитых странах наибольшее количество утоплений детей происходит именно в бассейнах на приусадебных участках. И поэтому, как только вы ставите объект водный на своём участке, нужно обязательно продумать меры безопасности. В прошлом году у нас, к сожалению, на приусадебных участках погибло двое детей. Чаще всего, конечно же, тонут ребятишки дошкольного возраста. Они поскальзываются в воде, возможно, дно немножечко заилилось, какая-то там грязь, а встать они уже в силу возраста, в силу двигательных навыков уже не могут. И поэтому, если вода, если вы надули бассейн, либо оборудовали для этого колесо от большегрузных машин, вы знаете, такая тенденция тоже одно время была, заботитесь о том, чтобы это было вне зоны доступа для детей дошкольного возраста. И уж точно никуда не отлучайтесь. Потому что вот эти искусственные приспособления даже для ванночек, когда ребенка садят для того, чтобы он купался, например, в 6, 5, 7 месяцев, они дают искусственную иллюзию родителям безопасности. Но это иллюзия, уважаемые родители, это иллюзия безопасности. На самом деле, чем меньше ребенок, тем недопустимее оставлять его одного рядом с водой без присмотра. Но и ребятишки более старшие, там 14-12 лет, подростки, которые купаются вот в таких каркасных надувных бассейнах, они могут с учетом небольшой глубины все-таки каркасного бассейна получить травму, потерять сознание, ну, когда прыгают, ныряют в бассейны, да, и, соответственно, потерять чувство равновесия. И именно в этот момент происходит заглатывание воды, и слишком поздно приходит помощь, которую уже невозможно оказать. Ну, если там мы никак с вами повлиять не можем, на огородных, приусадебных бассейнах, то вот в черте города, в пригороде Барнаула у нас есть пляжи, есть пляжи оборудованные, их достаточно есть, стихийные, как бы мы ни хотели, но они есть. Сотрудники МЧС, мне кажется, должны более активную профилактическую работу вести, рейды постоянные вдоль рек, смотреть, где что, кто происходит. Я согласна с вами о том, что это, конечно же, полномочия сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам. И вот перед встречей с вами мы обсуждали с руководителем данной инспекции вопрос, на период жарких дней количество рейдовых мероприятий будет принципиально увеличено, принципиально. И поэтому профилактическая работа будет проводиться. Но уважаемые жители города Барнаула, уважаемые жители края, нужно понимать, что только сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам, контрольными надзорными органами вопрос безнадзорного нахождения ребятишку воды не решить. Особенно если это касается детей в сельской местности, где большое количество точек доступа к воде. И поэтому у каждого взрослого человека, у каждого жителя этого населенного пункта должно меняться сознание. Не только как было раньше, всегда были у воды, это было счастье. А о том, что если ребятишки, даже соседские у воды, наверное, нужно сообщить родителям или бабушке, дедушке этих детей о том, что есть риски. Потому что есть риски, и нужно принять меры к обеспечению безопасности. И поэтому уже несколько лет у нас на территории региона функционируют такие добровольные, я подчеркну слово, добровольные родительские объединения, родительские рейды патрули. Когда жара на улице, родители могут приходить в места традиционного купания. Вот смотрите, есть у нас пляжи, их 53 открытых в настоящий момент. Есть места традиционного купания, которые не запрещены. А есть места, запрещенные для купания. Вот на запрещенных местах будут даже штрафы, административная ответственность. На местах традиционного купания. Купаться в принципе можно, но небезопасно. Небезопасно, потому что дно никто не проверил. Нет матросов-спасателей. И непонятно, есть ли здесь коряги и так далее, и так далее. И есть официальные пляжи, где все условия соблюдены. Поэтому на традиционных местах купания, я думаю, родителям, бабушкам и дедушкам стоит проявлять еще и свою родительскую дополнительную ответственность. А не ожидать, когда придет сотрудник государственной инспекции по маломерным судам и проведет с ребенком разрешительную беседу. Спасибо вам за то, что нашли время, пришли к нам в студию. Я думаю, что этот разговор был очень полезен. Главное, что важен в преддверии жаркой погоды и выходные у нас, в общем-то, на носу. Будем бдительны. Спасибо. Ну а я напомню, что сегодня у нас в гостях была Ольга Казанцева, уполномоченная по правам ребенка в Алтайском крае.